И увидел я в деснице, в правой руке, у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи и запечатанную семи печатями. Книга и снутри и снаружи вся исписанная, но запечатанная, ничего нельзя увидеть. Сложно понять, что это такое книга. Может быть диск, может быть флешка, мы не знаем, что это. Мы, когда слышим слово книга в Израиле, автоматически вспоминаем Йом-Кипур, судный день. И вы знаете, в еврейской традиции в Йом-Кипур закрываются все те книги, которые были раскрыты в Роша-Шана, в еврейский Новый год или в Трубный день. И когда стали взвешиваться дела каждого человека и записываться, суждено такому-то человеку жить еще или нет, мы все это знаем очень приблизительно. Но мы понимаем, что каждый момент нашей жизни кем-то запечатляется. Господь знает о нас все и знает наши поступки не только в том практическом виде, как они были совершены. Он знает мотив сердца, который подтолкнул нас к чему-то. Это являет нас для него открытым листом. И когда в один день каждый из нас, каждый без исключения явится на его суд, все будет открыто. Мы будем чувствовать вину за грехи. Мы будем радоваться, когда какие-то вещи были сделаны в нас с лучшей, с доброй мотивацией. Вера в праведного Машеха, искупившего нас, будет елеем на нас, потому что будет очищать и возвышать нас моментально. Как Иешуа сказал, верующие на меня на суд не приходят. Не в смысле, что они будут стоять и слышать вину свою, но в том плане, что будут оправданы жертвой Иешуа. Перед Господом Богом, он праведник, взявший на себя грехи всех нас.